Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я приветствую тех, кто сейчас в прямом эфире. Пусть вас Бог благословит. И только что я говорю, что тот, кто что ищет, тот то и найдет. Друзья, если вы ищете свежего, если вы ищете откровения от Бога, если вы ищете Слово, которое может и способно менять жизнь человека, вы обязательно встретитесь сегодня со Словом Божиим. Если вы встретитесь со Словом Божиим, вы встретились с Богом. Слово Божие и Бог – это одно и то же. Аллилуйя. И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы ответить на вопросы людей, которые задают. И когда верующие задают вопросы Богу в духовном мире, это слышно. Вы не думайте, что это не слышно. Это очень громко может звучать. Есть люди, категория людей, это не все люди. Есть категория людей, которая спрашивает, почему я ничего не получаю от Бога? Я молюсь, я не получаю от Бога. Я прошу, я ничего не получаю от Бога. Если вы тот человек, вам звучит ответ, потому что вы ничего не даете. Бог, его природа, давать. Есть вещи, которые вы не можете получить, чтобы что-то дать и потом получить. Это спасение. Вы получаете по благодати. Все остальное мы приобретаем, обмениваясь. Мы должны жертвовать, мы должны давать. И когда Бог видит такое, понимаете, мы сегодня вспоминаем царя Соломона. Самый мудрейший царь за всю историю человеческую. Кроме Иисуса Христа, конечно. Люди всегда мечтают об этом времени, чтобы оно вернулось. Послушайте, каким образом Бог дал мудрость царю Соломону? Он был глупый. Он никогда не был умным. До Бога он был, не был умным, не был мудрым царем Соломон. У него есть две жизни, два этапа. До того, как он с Богом встретился, и Бог дал ему мудрость. И после того, как Бог дал ему мудрость. Почему Бог дал мудрость царю Соломону? И он стал самым известным, вот просто даже до наших времен. Он стал самым богатым, самым знаменитым царем. Он знал ответы на все вопросы. Ему невозможно было загадать загадку, чтобы он не отгадал. Но, послушайте, вопрос, почему Бог дал ему эту мудрость? Потому что он пожертвовал. Тысячу всесожжений он принес Богу. Он попросил у Бога мудрость, да, правильно. Но кто не просит мудрость у Бога? Все люди что-то от Бога просят. Ну почему они не получают? Потому что, я говорю, духовный закон, они ничего не дают. Ты ничего не даешь. Поэтому ты не можешь получить от Бога ничего. Тебе нужно научиться давать и быть верным в малом. То, что у тебя есть. Время, финансы, я не знаю, что еще. Тебе нужно давать. Давай, давай, жертвовать, благословлять. Давай, ты должен научиться природе Бога. Бог, Он дающий. И когда Бог увидит, что ты дающий, что ты не ходишь как бедный, как нищий, который нуждаешься, который думаешь, вот мне бы дали. Нет, перестань так думать. Ты с Богом. Теперь думай, как я могу благословлять, как я могу давать, как я могу быть полезной. Я вот тот богач, который я могу обогачать. Хотя у тебя может быть в карманах дырка, но у тебя уже мышление изменилось. Ты благословляешь, ты даешь, ты поощряешь. Ты даже на слова благословенный, ты богатый. Ты благословляешь людей. Ты благословляешь людей. Это обогащает людей. Итак, почему многие ничего не получают от Бога? Потому что они ничего не дают. Земля никогда тебе ничего не даст, если ты в нее ничего не посеял. Тебе нужно сеять Божье Царство. И Бог тебе скажет, что сеять. Ты не пройдешь мимо этого. Второй вопрос, который люди задают, верующие задают. Почему у меня нет радости с Богом? Почему у людей, живущих с Богом, нет радости? Это серьезный вопрос. Это очень серьезный. Раньше была радость. Раньше было классно. Было торжество. Был праздник. Просто тебя рвало на кусочки от радости, от счастья. Почему сейчас у тебя нет радости? Почему ты угрюмый стал? Почему ты стал скучный? Почему тебе так печально? Вопрос. Это серьезный очень. Потому что ты перестал давать Святому Духу двигаться через тебя. Думаешь, я что-то не то делаю. Наверное, я Библию не читаю. Наверное, я не молюсь. Я скажу тебе. Ты не даешь Святому Духу двигаться через тебя. Как только ты дашь Святому Духу двигаться через тебя, ты переживешь такой поток радости, что ты будешь думать, Господи, уменьши поток, а то я сейчас взорвусь. Это слово от Бога. Это серьезное слово от Бога. Почему многие не переживают радости? Иисус переживал радость, великую радость. Он был помазан больше всех своих соучастников. Почему? Святой Дух двигался через Него. И ты, верующий в Иисуса Христа, призван не служить физической силой. Конечно, мы людям служим, помогаем там и так далее. Но духовной силой Дух Святой хочет двигаться через нас. Как только ты примешь решение в своем разуме, я позволяю тебе, Дух Святой, действовать через меня, использовать меня для славы Иисуса Христа, чтобы имя Иисуса Христа было прославлено, ты в такую радость окунешься. Ты думаешь, радость можно пережить только на конференции? Радость можно пережить только на определенных проповедях, которые определенные пастора проповедуют? Можно. А можно еще больше пережить радость, когда ты лично с Богом будешь сотрудничать и позволишь Ему через тебя действовать? Ой, какую ты радость будешь переживать. Ты будешь думать, слушайте, мне поделиться бы этой радостью с кем-нибудь. Тебя будет трясти от этой радости, да она настолько будет наполнять. Знаете, это просто, это фантастика, это просто чудеса. Аллилуйя. Аминь. Тема проповедей будет называться Источник радости. Радость это очень серьезная тема. Радость это то, за чем охотится сатана. В момент, когда верующий принимает, человек принимает Иисуса, в него приходит радость и свобода. Он обретает радость, свободу, он обретает такое счастье, он хочет со всеми делиться, он хочет всех просто обнимать, он хочет давать, он хочет его жизни изменилась, у него приходит радость, которая не поддельная радость, не наигранная радость, естественная радость, настоящая радость, и она называется радость спасения. Как только верующий получил эту радость, дьявол ставит метку, лазерный прицел, бить эту радость, уничтожить. Потому что радостный верующий – это опасный верующий. Вот скажите, Иисус заповедовал своим ученикам проповедовать что? Радостную весть. Радостную весть, не печальную весть. Вы, грешники, идете в ад. Кто от этого обрадуется? А ведь это тоже часть Евангелия. Но радостная новость в том, что ты, грешник, можешь не идти в ад. Ты столько преступлений сделал, представь, и ты можешь не идти в ад. Иисус пошел вместо тебя на крест и умер. Тебе нужно покаяться и принять его прощение. Все, радуйся, радуйся. Знаете, какая радость приходит? Ой, какая радость приходит. У веры в Бога есть начало и есть конец. Послушай, есть день, есть даже число, минуты, секунды, если все это отмотать и вернуть. Есть прямо вот начало рождения радости в твоей жизни. Когда вера родилась в твоем сердце, вера в Бога появилась. У нее есть начало. У твоей веры, у моей веры есть начало. Я помню, когда я прям посвятил свою жизнь Богу, вся моя жизнь изменилась. Несмотря на то, что я с детства был верой в верующие семьи, в 17 лет я сделал серьезное решение следовать за Богом. У веры в Бога есть начало и есть конец. Вы скажете, неужели у веры в Бога есть конец? Да, в Библии написано, что Иисус есть начальник и совершитель веры нашей. Он начальник, он начало и он конец нашей веры. Вера в Бога, она должна нас куда-то приводить. Она приводит нас. Она нас выводит и приводит. Как израильский народ. Они же должны были по вере выйти из Египта. А куда идти? В обитованную землю. А карта есть? Ну, Господь моя карта. А ты его видел, Хатерар? Нет. Он тебе показал физическую карту, где обитованная земля. Нет. Я ему доверяю. Он мне скажет туда, поворачивай, я поверну туда. И представляете, 3 миллиона человек туда повернет. Потому что израильский народ, евреи были рабами в Египте. И Бог сказал, выведи мой народ из рабства. И Моисею надо было доверять голосу Бога. Бог скажет, и так и надо было делать. Вера. У нее есть начало. Начало, когда человек встречается с Богом. Есть продолжение, когда человек по вере познает Бога. Познает духовные истины. И есть конец, когда ты встречаешься с Богом. Ты уже перестаешь в Него верить. Ты уже с Ним. Ты уже с Ним. Уже, знаете, на небесах никто не верит в Бога. Уже все с Богом. Как верить? Это сейчас мы верим в Бога. Мы не видим. Мы верим. Никто из нас сейчас физически не видит Бога. Мы верим в Бога. Мы доверяем Ему. Мы знаем точно, что Он есть. Но как бы мы внутри желали бы увидеть Его, соединиться с Ним, чтобы Он пришел, чтобы Он нас позвал к себе, на небеса, пообщались с Ним, чтобы мы вернулись на землю, рассказали всем. Знаете? И однажды это произойдет. Апостол Павел писал, для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Знаете, есть начало, это сам Христос. И смерть – это приобретение Бога. Это никакая не потеря. Это ты приобретаешь Бога. Вера обязательно приводит человека в точку назначения. А многие люди думают, вот я поверил в Бога, и все. И всю жизнь буду одинаково верить. Ты не можешь всю жизнь одинаково верить. Мы даже видим, что ученики в Библии, они не были одинаковыми, такими же, как в первый день Иисус их призвал, и в последний день. Были абсолютно разные люди. Вот Петр, который там сидел в лодке, рыбу ловил, сети вымывал, написано, чинил сети с Иоанном. Иисус пришел и сказал, идите за Мною, вы будете ловцами человеков. Вы ловите рыбу, вы будете отныне ловцами человеков. И они последовали за ним. Вот смотрите, вот этого Петра взять. Юнца, новобранца. И взять того Петра, того же самого Петра, но вера его трансформировала, изменила. Того Петра, который просто, представьте себе, выходит из дома. Все мы днем, там, то утром, то днем, то там, когда как. Выходим из дома. Мы покидаем квартиру. У нас есть дела. Вот представьте, Петр выходит из дома, покушает, одевается, выходит из дома. И что происходит? Просто в голове не укладывается. Вдоль дороги лежат инвалиды. Лежат. Просто себе представьте, как бортики, вот как асфальт, как будто, только из людей. Лежат инвалиды. И написано, когда Петр шел вдоль этих людей, просто он шел по делам. Люди уже знали, планировали, когда он выйдет. Что тень его, смотрите, от меня идет тень. Видите моя тень? Вам не видно, но она есть. Вот здесь есть тень. И вот просто, когда человек идет, движется за ним тень. И когда тень касалась людей, инвалидов, они вставали и были здоровы. За них никто не молился. Никто не проповедовал. Все и так знали уже о Боге. Они были коллегами, инвалидами, ненужными никому. Петр просто шел по делам. Тень касалась этих людей. Кого касалось, были здоровы. Получали моментальное исцеление. Вы видите разных двух Петров? Вы видите Петра, который отрекается от Иисуса и говорит, я, я не знаю Иисуса, кто это? Я клянусь вам. О, там, божился, клянулся, что он не знает Иисуса, трижды отрекся от его. И мы видим другого Петра, который в день Пятидесятницы смело проповедует трем тысячам людей. Без боязни проповедует и приводит людей к покаянию. И они до захождения солнца крестились в тот же день. Около трех тысяч людей. Мы видим вообще Петра одного, мы видим Петра другого. А что произошло? Вера изменила верующего. Вот когда мы позволяем вере в Бога войти в нашу жизнь, она обязательно нас изменит. Она нас откуда-то выведет и куда-то приведет. Она выводит нас из Египта, духовного Египта, и приводит нас в обетованную землю. Она выводит нас из ограниченного мышления и вводит нас в духовный мир, в Царство Божье, где уже другие законы, где отменяются законы тяготения, законы притяжения, законы разложения, гниения, смерти. Все, закон духа жизни сильнее закона греха и смерти. Вот почему Иисус шел по воде, а не провалился. Попробуйте походить и по воде. Если вы сегодня думаете, что вы можете ходить, попробуйте походить по воде. Получится ли у вас? Без Иисуса вряд ли. Кроме еды, воды и одежды, у человека есть душевные и духовные потребности, которые необходимо восполнять. Вот почему, когда человек поел, что ему хочется? Ему хочется чай попить. Чай попил, мороженое поесть, конфеты. Понимаете? Недостаточно просто хлеб поесть с мясом. Хочется сладенькое. Потом хочется пообщаться. Знаете, как люди сегодня просто хотят общаться. Это нормально, это естественно. Восполнить эту душевную нужду общения. И человеку недостаточно просто покушать. Ему хочется разговаривать. Ему хочется общаться. Ему хочется наполняться, передавать свои знания, слушать его знания. И человек от этого получает радость. Общение. Но есть еще духовная потребность. Духовная. И человек, он даже пообщавшись с людьми, он чего-то ищет. Чего-то ему не хватает. У него такой нервяк внутри, что вроде бы все классно, а вот чего-то не хватает. Мается, мается. Мается и не знает, в чем мается. И это духовная потребность. Это поиск духовной радости. И человеку просто нужно прийти к источнику радости и наполниться этой радостью, но он не знает, куда идти. Он бы пришел и наполнился. Вот почему человек потом, например, хочет посмотреть фильм. Это же тоже потребность. Потребность что-то смотреть. Смотреть, как люди живут там, что происходит и так далее. А посмотрите, сколько сегодня развлекательных передач. Почему у людей проблемы в этой области? Я не скажу, что это абсолютно все плохо, но я скажу так, что развлечения уводят от истины Бога. От Бога. Развлечения. От влечения. Они уводят. Тебе развлекают, и тебе некогда думать о вечности. Тебе некогда думать о серьезных вещах, об истине. Бог есть настоящий источник радости. Как бы это странно ни звучало, не ассоциируется у людей Бог с радостью. Не ассоциируется. Они когда идут в храм. Вот просто представьте. Например, человек невозрожденный. Он понимает, что надо ходить в храм. Его туда водили, или там бабушка водила, или там... Он понимает, что надо идти в храм. Он идет очень серьезный туда. Он очень идет серьезный в храм. И у него ассоциации Бог и храм абсолютно нету радости в этом. Нету. А когда человек идет в кинотеатр, в торговый центр, в ресторан, у него какие ассоциации? Радость. Сейчас я поем, я там посмотрю фильм там или что-то еще. Куплю сейчас хорошую одежду себе. Это у него радость. Когда он идет в храм, он идет так. «Бог, грехи мои. Пожалуйста, новая партия поступила. Опять наделал кучу грехов. Боже, так стыдно. На, возьми». Вот, и своведание. И он, знаете, он Бога сделал, как мусорное ведро. Мусора накопилось. Куда обкидывать-то? Никому мусор такой не нужен. И вот когда человек Бога воспринимает, как мусорное ведро, свалка. Куда он может только грехи искать, скидывать. То он исключает внутри Бога, как источник радости. Он исключает. Он не может прийти порадовать. Вспомните, блудный сын протратил все наследство отца с блудницами. Ему было плохо или хорошо, когда он тратил? Он отрывался. Он отрывался. Девушки были, друзья были. Он был во внимании. Он был с деньгами. Он был классный. У него все было, абсолютно все, вот просто идеально. Но это продлилось очень короткое время. И написано, что настал голод в той стране. А голод, извините меня, в голод люди на такое способны. Обои могут кушать, гвозди могут глотать, ремни могут кушать, крыс могут есть. Вот что такое голод. Когда человек с ума сходит, а без еды. Настал голод. И написано, что он пришел в себя, пошел к отцу. Ну как он пошел к отцу? Он не пошел как к источнику радости. Он пошел, чтобы ему не умереть и чтобы ему получить что? Кусочек хлеба, чтобы ему не умереть. Он говорит, я умираю от голода, отстану, пойду к отцу моему. И он не пошел как к радости, к источнику радости. Он пошел, чтобы просто поесть. Потому что отец его раньше кормил, он это запомнил. И он Бога даже не знал, что с Богом можно радоваться и веселиться. Вот сегодня, как мир воспринимает Бога, как что-то серое, как что-то такое грустное, что-то связанное с грехами, с судом, но никак не светлое, не радостное, не с праздником, не связанное. И вот представьте, блудный сын идет к отцу с одним настроем, вот не знаю, что отец, как отец меня воспримет. А отец, а по-другому ждет своего сына. И написано, когда он еще увидел его далеко идущим, побежал ему навстречу, пал к нему на шею, целовал его от радости, от радости, то, что сын его, грешный сын, пришел к нему, и это еще он не покаялся, сын еще не покаялся. После того, поцелуя всех, обнимаша, как отец его обнимал, он говорит, отче, прости меня, согрешил перед небом и перед тобою, и не достойно называться сыном твоим, и так далее. И отец сразу приказал принести откормленного теленка, поменять ему одежду, и написано, что они стали веселиться. Заканчивается притча человека и Бога, который пришел к Богу. Они начали веселиться. Смотрите, Бог и человек начали веселиться. Я хочу, чтобы Дух Святой, знаете, сделал сегодня определенную работу. Это работа разрушения. Мы не должны думать, что Бог только строит. Знаете, что если уже есть страшные постройки, это называется твердыни в нашем разуме, дьявольские постройки, неправильное представление Бога, искаженное, то Духу Святому надо это разрушить. И он берет большую квалду и просто бьют по этой постройке и разбивает ее, разбивает, пока она не рассыпется, чтобы построить новое представление о Боге, что Бог это источник радости. Из Бога можно не просто плакать, к Богу не просто можно с грехами приходить, а к Богу можно приходить за источником, за радостью. Вы в магазин приходите, потому что там продукты есть, вы бы туда никогда бы не пошли, в жизни не пошли, если бы там не было продуктов. Что вам там делать? А так у вас есть нужда, голод, и вы такие думаете, надо в магазин сходить. У вас же приходит такая идея? И довольно-таки очень часто приходят. Надо сходить в магазин. Помните, когда к вам пришла нужда, духовная нужда в радости, вам печально, вам грустно, у вас есть, у вас сытый желудок, вы одеты там, допустим, но у вас внутри пустота, сжатие какое-то, вы переживаете такую как бы депрессию, то знайте, что идите к Богу за радостью, и Он вам ее даст. И вот когда этот блудный сын пришел к отцу, написано, что они оба, не только отец, веселился. Знаете, отец понятно веселился, его сын был мертв, и пропадал, и ожил, и теперь нашелся с ним, и все нормально, у него руки-ноги на месте, и так далее. И отец радуется, а сын-то, а сын такой, бать, дай поесть. И такой, знаешь, поел, а все равно неинтересно с отцом, все равно неинтересно с Богом. Нужды Бог восполнил, а человеку все равно неинтересно с Богом. Послушайте, в этой притче сказано, что они оба начали веселиться. Что-то изменило представление вот этого парня о Боге, о своем отце. Изменило, это был святой дух. И святой дух пусть сегодня изменит наше представление, о небесном отце. Вот послушайте, почему сегодня в мире очень популярны наркотики, алкоголь, разные там колдовство, разные гороскопы, вот это все такое, знаете, потустороннее. Почему оно имеет и набирает больше и больше популярности? Фильмы. Раньше таких фильмов не было, которые сейчас. А сейчас только сплошные телепорты, люди летают. Раньше такого быть не было. Люди раньше ходили, не менялись так быстро сцены, потому что время пошло другое. И люди ищут ответ на духовную пустоту. Вот почему они туда обращаются. А наркотики, они дают временное вот это блаженство или алкоголь, или что-то еще, но потом приходит счет, который человек не способен оплатить. Здоровья нет, друзей нет, все, все разрушено, денег нет, ничего нет, еще нужно пойти в ад и расплачиваться всю жизнь. Наркотики предоставят счет, потом обязательно придет счет, который человек не способен будет оплатить. Поэтому не надо туда суваться. Можно идти к Богу, и он даст больше, чем наркотики и алкоголь. просто мы не можем поверить даже, но не может быть, что это сейчас говорится, что это правда. Неужели Бог может быть лучше наркотиков? Я вам говорю, отвечаю просто, да. Я вам скажу, просто последнее, что я хочу сказать, что когда Иисус однажды взял Петра, Иоанна и Иакова и повел их на гору, других не взял, мы не знаем причин, но он взял троих и сказал, побудьте здесь и пошел помолиться. Они такие сидят, сидят такие, сидят, бац, у них такие глаза, шары. Они видят, Илья пришел из потустороннего мира. Моисей пришел, они живые, они не мертвые, они пришли. И знаете, Иисуса, у него лицо просияло, одежды сделались белыми, как снег. Петр это все видит с учениками, с Иоанном и этим, Яковом. Они все это видят. И знаете, что Петр говорит Иисусу? Он говорит, учитель, хорошо нам здесь. Это, знаете, это такое сжатое слово, которое не передает вот этого главного смысла. Он говорит, да мы отсюда никуда не хотим уходить. Давай построим три кущи, одну Моисею, одну Илье, одну тебе. Даже про себя забыли, ведь мы на улице будем, но нам так хорошо, нам кайф, нам классно, в присутствии небес нам. А ты говоришь, с Богом так скучно, так, что бы как бы повеселиться без Бога. Да ты помни всегда об неоплаченном счете, тебе предоставится счет, который ты не оплатишь, грехи твои, за грехи придется платить, разрушение, смерть. Адамсиевы не смогли оплатить их пинком, выгнали из рая. Потому что царство Божие это не то, что пришло-ушло, это то, что поселилось в тебе, и оно приносит радость, 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 радость. Что нужно делать, когда тебе пришло печаль? Может что-то выветрилось, поспал, ты проснулся, плохая новость пришла. Тебе нужно снова возвращаться к этому источнику. Ты же, когда утром идешь, ты берешь и наливаешь воды, она у тебя заканчивается, потом ты снова наливаешь, снова пьешь, снова наливаешь, снова пьешь. Каждый день ты наливаешь из крана воды и пьешь. В чайник наливаешь, души там, в кастрюле. И каждый день тебе одно и то же ты наливаешь, наливаешь. Бога так же можно, Он хочет даже, чтобы ты так его использовал, употреблял. Его много. Вот почему я сказал, что многие верующие, они грустные, потому что они не дают Святому Духу течь через них. Они думают, что если они будут умными и начитанными, они от этого станут счастливыми. А я вам скажу, горе от ума. Ты будь начитанным, будь умным, но позволяй Святому Духу течь через тебя. Ты будешь радость переживать. Не только ты. Послушай, окружение твое будет радость переживать. И была радость великая в том городе, в городе. Не в районе даже, не просто в церкви. В городе. Вот что Бог хочет совершать через верующих. Вот что Господь сегодня хочет сказать. Мир, посмотри на мою красавицу. Посмотри на мою церковь, какая она счастливая, какая она радостная, какая она принцесса, красавица. Посмотри. И мир должен посмотреть на верующего и сказать, бросаю все. Дай мне, что у тебя. Вот как должно быть. Дай мне, как этот Симон Волх пришел и сказал, дай мне, что у тебя. Колдун пришел к Филиппу, проси. Давайте сейчас будем молиться. Симон Волху. Продолжение следует... Продолжение следует...